Всем привет, меня зовут Саша Роделтулз и сегодня я хочу снова рассказать вам про новиночки компании Makita, анонсированные в Японии в последнее время. Ну как последнее? Прошлое видео я делал уже больше чем год назад и за этот год компания Makita анонсировала больше 40 новых инструментов. Это только то, что я успел посчитать, причем это даже не только аккумуляторные инструменты. Поэтому про все рассказать я точно не смогу, тем более в одном видео. Выбрал только самое интересное мне, надеюсь будет интересно и вам. И если вы хотели бы узнать что-то еще или больше, соответственно проявите свою активность, пишите комментарии, ставьте лайки. Я тогда буду считать, что вам это зашло и буду снимать больше подобных видео и возможно попробую рассказать про все 40 новиночек. Потому что в одно видео точно бы никто такое смотреть не стал, слишком уж скучно. По следам прошлого ролика только хотел бы отметить, что микроволновка про патенты, о которой я вам рассказывал в прошлом ролике, все-таки вышла. Уже полностью анонсирована и даже уже начинает распродяжаться по всему миру, поэтому возможно в скорое время будет и у нас. Начну пожалуй с самого дорогого аккумуляторного инструмента от компании Makita. И на своем канале я проводил небольшой опрос среди подписчиков о том, какой аккумуляторный инструмент по их мнению может стоить 10 тысяч долларов. И большинство людей выбрало из всех предложенных мной вариантов вариант, что это аккумуляторная тележка. Но в прошлом видео я как раз про нее рассказывал и в комментариях там же мы с подписчиками посчитали, что это порядка 3,5-4,5 тысяч долларов в зависимости от комплектации стоит такая тележка. Вторым по популярности вариантом среди подписчиков стал рещик арматуры. Но он опять же есть в продаже, никаких новых компаний Makita не анонсировала. А тот, что имеется в продаже стоит порядка тысячи долларов. То есть это тоже не рещик арматуры. И правильным ответом был все-таки аккумуляторный заклепочник. Само собой это не простой заклепочник. Простые у компании Makita тоже есть и продаются уже давным-давно. Но про эту новинку информации не так много. Известно, что он используется в аэрокосмической отрасли. Он работает на платформе XGT и производится по заказу компании HAK. Есть две модели, BV13 и BV17. Каждая из моделей заточена под свои заклепки и развивает соответствующие усилия. Одна модель 56 тысяч ньютонов, вторая 76 тысяч ньютонов. Если это перевести в тонны, то получается примерно 5,5 и 7,5 тонн. Для меня это прям что-то нереальное. Тяжело представить, что вот на этой маленькой штучке 5,5 тонн усилия. Очень узкоспециализированный инструмент и поэтому очень дорогой. И в ближайшем строительном магазине вы такой приобрести не сможете. Но я думаю даже и не в ближайшем. Итак, ответил на вопрос про самый дорогой аккумуляторный инструмент. И сейчас перейдем к более подробной информации об электровелосипеде от компании Makita. Про него также попросили подписчики канала рассказать чуть подробнее. Итак, модель называется BV01G и работает на аккумуляторе платформы XGT. Это не совсем правда электровелосипед. Это больше мотор-колесо, у которого есть режим ассистента. То есть вы все равно продолжаете крутить педали, но мотор-колесо, установленное в переднем колесе велосипеда, помогает вам ехать чуть легче, чуть быстрее, чуть проще. Или там, например, какую-то горочку, она будет вас веселее затягивать, вам не придется сильно давить на педаль. Я плохо разбираюсь в электровелосипедах, но насколько смог понять, здесь есть три разных режима усилия или режима работы мотор-колеса. То есть разным усилием он может тянуть, помогать вам в езде. Также у педалей, здесь установлен планетарный механизм от Shimano, называется Nexus. Есть три передачи, соответственно, можно крутить с разным усилием. На велосипеде есть также два багажника, в которые можно установить, например, ящик макитовский. Здесь в видео показан крутой японский ящик, который используется или продается доступен, продажа только в Японии. Максимальная дальность работы ассистента 22, 37 и 75 километров. Соответственно, в разных режимах работы или усилия этого ассистента. Это все для аккумулятора 4 Ач. Если говорить про аккумулятор 8 Ач, то максимальная дальность составляет 132 километра. Сам электровелосипед задумался для передвижения по территории каких-то больших предприятий. В частности, тех, на которых уже используется аккумуляторный инструмент Makita и, в частности, аккумуляторный инструмент GGT. Например, в каких-нибудь аэрокосмических предприятиях, на которых уже используется заклепочник от компании HAC. И в этом, в принципе, есть какая-то логика. Если у нас на предприятии есть аккумуляторы GGT, мы можем от них же запитать велосипеды, на которых будут передвигаться наши сотрудники между корпусами предприятия, например. Будет ли этот инструмент поставляться к нам? Очень интересно. Хотелось бы на нем прокатиться. И буду рад на нем прокатиться, если такая возможность мне предоставится. А на этом давайте перейдем к чему-то более практичному и то, что, скорее всего, к нам приедет. Самое-самое новое, что объявила, анонсировала компания Makita в последнее время и чего я, в принципе, уже жду в наличии или в продаже у нас, это аккумуляторный скарификатор. Работать он будет на платформе GGT. Причем использовать сразу два аккумулятора по 40 вольт. Но работать они будут не одновременно, а параллельно. То есть один аккумулятор работает, второй нужен для увеличения времени работы самого скарификатора. Ширина обраматываемой полосы 380 мм. Есть 18 степеней регулировки глубины обработки от минус 12 мм до плюс 5 мм. Ширина обработки больше, даже чем у продаваемого сейчас сетевого скарификатора компании Makita. Там 306 см, тут у нас будет 38 см. Как и всегда, для инструмента на платформе GGT заявлена степень пыли-влагозащиты IP56. Здесь установлен бесщеточный двигатель, указаны обороты 3200 оборотов в минуту на валу. И очень важная фишка этого скарификатора это развесовка. То есть компания Makita переместила двигатель и аккумулятор в переднюю часть, ближе к передней оси инструмента. А вал установила ближе к задней оси. И тем самым добилась того, что развесовка настолько хороша, что оператору не придется дополнительно прикладывать усилий для удержания или прижимания инструмента к обработке. Также и рукоять, которая складывается очень компактно при помощи этих волшебных барашков, которые мне так понравились в моей аккумуляторной газонокосилке. Установлено так, чтобы помогать оператору не прикладывать дополнительных усилий для работы этим инструментом. Травосборник в комплекте на 50 литров, который больше пригодится, конечно, в работе именно аэратора. Вал для аэратора также идет в комплекте. Меняется достаточно просто откручиванием и закручиванием двух болтов. Но такая схема, в принципе, и сейчас на любом сетевом аэраторе и скарификаторе. Самое интересное, это, конечно, время работы этого скарификатора от аккумуляторов. Заявлено в промо-материалах или в анонсе от компании, что скарификатор сможет обработать 5 соток от двух 8-амперных аккумуляторов. То есть, в принципе, не так уж и много для двух самых больших емких аккумуляторов на платформе GT. Но компания Makita посчитала также и для самых небольших или доступных аккумуляторов. Это будет всего 1,5 сотки, если мы возьмем два аккумулятора по 2,5 Ач. Ну и приблизительная цена всего этого счастья сейчас уже известна в Японии. Это будет порядка 900 долларов США. И для баланса хотел бы рассказать про новинки на аккумуляторной платформе LXT. Думаю, справедливо рассказывать не только про новинки на XGT, но и про 18-вольтовую линейку. Так как компания Makita ее не забрасывает, выпускает новые модели и здесь. Из последних анонсов меня зацепил аккумуляторный перфоратор DHR 183. Это должен стать перфоратор с самой компактной моделью из всех представленных линейки 18 вольт с силой удара 1,7 джоуля. Этот компактный малыш должен, по сути, заменить модель DHR 182. Но по размерам он сопоставим с моделью 171, которая очень компактная, легкая, продается даже сейчас. Участвовала когда-то в аккумуляторной революции, так же как модель, например, DHR 202. Но 202 модель выдает 1,9 джоуля, а 171 всего лишь 0,9. Соответственно, этот новый перфоратор должен стать на замену, скорее всего, 202 модели. Все-таки это уже динозавр, старичок, которому пора уходить с рынка. Простота конструкции, еще точный двигатель, полный аналог. Сетевой модели 2470, в принципе, делают из него бестсель. Станет ли новинка бестселлером? Мне бы хотелось в это верить. Все-таки частота оборотов 1100 и количество ударов, равное 5000, позволяет эту новинку использовать в абсолютно любых работах. И в монтаже окон, и в навешивании кухонных шкафов, и в установке натяжных потолков. Любые эти работы можно решить этим перфоратором, причем в любое основание. Также система пылеудаления позволяет работать с таким перфоратором на выезде. И компактность всей этой конструкции все-таки подкупает. Вместе с системой пылеудаления перфоратор будет весить 3,2 кг, без нее весит 2,2 кг. И это вместе с аккумулятором. То есть это все-таки небольшой вес, с хорошей силой удара, и позволяет ему называться самой компактной моделью. Кстати, у него есть и брат на платформе XGT. Отличается только тем, что у него больше частота 1350, те же количество ударов. Но у него есть единственное отличие, это третий режим, режим работы долота, или режим долбежки. Все-таки в 18-вольтовой модели решили, что она слишком легкая, чтобы долбить, чего-то где-то куда-то колоть. Поэтому этот режим там убрали совсем. Вот так не удержался и все-таки даже в анонсе про 18-вольтовую линейку рассказал про платформу XGT. И под конец видео хотел бы рассказать немножко и про новые патенты компании Makita. Все-таки прошлый анонс патентов про микроволновку не заставил себя долго ждать. И все эти патенты очень быстро материализовались, несмотря на очень долгий путь компании к этому продукту. Итак, из последних меня зацепили патенты про новый импакт на платформе 18-вольт, который должен, я так думаю, скоро появиться. Он станет еще компактнее. Он будет компактнее даже самой компактной модели, которая сейчас есть от компании DeWolt. И в этом же патенте, кстати, видно новую модель аккумулятора. То есть, возможно, компания Makita также планирует выпускать похожий на DeWolt стек или PowerStack аккумулятор, который состоит из плоских ячеек. Возможно, мы увидим на 18-вольтовой платформе и такой аккумулятор. Также планируется модель импакта без патрона. То есть, он будет работать, видимо, по принципу магнита. Похожая модель была от других компаний. И, в принципе, она не была очень популярной. Посмотрим, что получится у компании Makita с такой моделькой, где просто вставляется бита без какой-либо фиксации. И за счет этого, опять же, получается большая компактность самого импакта. И, возможно, это, опять же, найдет какое-то применение среди пользователей. Также мне приглянула серия патентов касательно новой системы хранения. Компания Makita, точнее, ее американское подразделение запатентовало целую большую линейку различных систем хранения, ящиков различных размеров, которые будут очень похожи на линейку Packout от компании Milwaukee. Причем, неудивительно, что это происходит тогда на американском рынке. Но всего в патенте приведено порядка 190 различных картинок, патентующих то, как компания Makita планирует использовать эти системы хранения, как они могут между собой соединяться. Причем, способ фиксации указан 15 различными вариантами. Это только то, что я смог просто сосчитать, проверить и увидеть. То есть, компания на всякий случай страхуется различными вариантами фиксации ящиков друг к другу. Но при этом большинство картинок того, как ящики между собой стыкуются, и картинок, где указан, кстати, бренд Makita, приведено всего для одной системы фиксации. И, скорее всего, именно она и будет запущена в производство. Также есть изображение различных вариантов крепления этих систем хранения к стене. Причем, Makita предполагает или варианты полочек, или систем наподобие Packout, как это выпустила компания Milwaukee. Если вам интереснее чуть подробнее рассказать про эти системы хранения, или чуть подробнее рассказать про все те имеющиеся в наличии картинки, дайте знать в комментариях. Возможно, я запишу про это отдельное видео. А на этом у меня все на сегодня. Постараюсь делать такие видео почаще, если вам такое интересно. А интересно ли вам это? Дайте знать лайком, комментарием. Пишите, что еще стоит мне рассказать в таких подобных видео, если вам это нравится. Подписывайтесь на канал. И, как всегда, всего хорошего, ничего плохого. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok